Как понять, явно заметное отсутствие сил из-за утечки энергии куда-то или же идёт перестраивание организма в результате трансформационных действий? То есть как я понимаю, энергия утекает, либо идут какие-то перемены в моём организме? Только через отслеживание и наблюдение. То есть если я действительно сейчас работаю, например, с мастером, и мы прорабатываем какие-то моменты в себе, то ясное дело, что моё тело и все мои энергетические тела, в том числе не только физически, адаптируются в зависимости от того, что происходит. То есть, допустим, если идёт какая-то чистка, я занимаюсь своими энергетическими телами, то ясное дело, идёт процесс трансформации. Как правило, после чистки, наоборот, я ощущаю некий такой подъём. Если я работаю, например, с психологической точки зрения, хочу в чём-то разобраться, что-то понять, то я акцент делаю больше на этом. То есть фокус моего внимания, он идёт как раз на то, с чем я работаю. Исходя из этого, я понимаю, что сейчас идут какие-то перемены, идёт трансформация. Трансформация сама по себе, она просто никогда не происходит. То есть у неё должна быть причина. Как правило, эту причину запускаем мы. Если есть утечка энергии, она, как правило, выражается, знаете, вот в каком-то таком апатическом состоянии, лень, ничего не хочу. Опять же-таки, однозначно ответить невозможно на этот вопрос. Почему? Потому что есть много факторов, которые влияют на это. Примерно, первый фактор – это погодные условия. То есть когда жарко, ясное дело, все люди, они вялые. Особенно если очень высокая температура, и человек сложно переносит высокие температуры. И вот ему жарко появляется, вялость появляется, но уже нету такой активности, либо активность, она идёт с трудом. Есть следующий фактор, он может быть связан со здоровьем. То есть если идёт гормональное какое-то нарушение, то первый признак – это вот хочу поспать. Есть, опять же-таки, некое такое апатическое состояние, унылое, вялость, с трудом вот как-то передвигаешься. То есть если с организмом всё окей, если нет, там, я не знаю, с погодой там всё окей. Ну то есть если все факторы, в принципе, нормальные, то есть нету никаких причин. Опять же-таки, может быть некое такое расставание, например, с человеком, и вы о нём думаете. Вот так мы сливаем энергию. Опять же, такое вялое ощущение может быть, и нам кажется, что вот энергия уходит. Либо там, я не знаю, какие-то трудности, допустим, на работе. Здесь как это можно понять только через наблюдение. Если есть какие-то причины, они должны быть, ну то есть они видны, то есть какое-то неудовлетворение у вас в жизни есть. Например, там, на работе с кем-то поругался, да, и вот ты об этом думаешь, либо есть какое-то послевкусие, либо есть какие-то переживания, волнения. Ясное дело, на все эти эмоции у нас уходит энергия. Энергия у нас так или иначе уходит, но в идеале сколько уходит, столько и должно прийти, потому что пустоты не бывает. То есть оно всё равно как-то энергия аккумулирует. Если понять, происходит трансформация или нет, то, повторюсь, ещё раз скажу, эту трансформацию кто-то должен запустить. Она просто так сама не происходит в организме, да, то есть какие-то перемены просто так не могут, за исключением, если это, например, опять же-таки какие-то вот биологические, да, процессы идут. Например, ну, у женщины там входит, я не знаю, в менопаузу, да, опять же-таки это причина гормональная. То есть это трансформация естественная, как мы говорим в Таро, по аркану смерти. То есть это естественный процесс, один сменяется на другой. Тогда можно понять. А так, в принципе, надо просто за собой наблюдать, что вы делали до того, как у вас, ну, вот появилось это ощущение вялости, да, что такое утечка энергии, недостаток. То есть мы не чувствуем уже себя такими, не знаю, радостными, позитивными, работоспособными. То есть мы уже не можем делать то, что мы делали ранее. Опять же-таки, там, не знаю, в 20 лет мы себя будем ощущать по одному, а вот, я не знаю, там, в 50 будет уже по-другому. И это не будет связано с тем, что утечка, да, энергии. Это связано с тем, что вот, ну, уже образ жизни, он меняется. То есть такие факторы тоже нужно понимать.